итак всем привет дорогие друзья с вами тут им полта эта игра вальхейм ну что ж я смотрел обзоры мне игруха в принципе визуально зашла вот решил ее все-таки приобрести попробовать под запись даже вот решил попробовать вот там что выживалка выживалки я люблю ну в первую очередь конечно же такие выживалки как аркнул уже наверно знаете ну вальхейм это будет для меня что-то новое настройки наши настройки выкрутил такие это у меня nvidia geforce gtx 950 м для нее решил выкрутить вот такие настройки и в принципе уже и красиво и играбельно но лично для меня я не знаю может быть вам еще больше fps надо будет но это я так вам для вашего усмотрения говорю ну что ж начинаем игру я персонажа уже создавал персонажа я создавал да и уже на карту я прилетел вы просто этого не видеть я заходил потестить графику а так в принципе обучение ничего проходить не начинал поэтому сейчас вы будете обучение проходить вместе со мной вот что дальше хочу сказать то что игрушка очень много в себе имеет для начала в ней помимо этого еще ну очень много боссов миров и мало что того она весит 1 гигабайт вы понимаете она весит 1 гигабайт это просто ну чудеса так вот наш ворон поговорить хуин я хуин послан сюда дабы сопровождать вас в ваших путешествиях мегалиты окружающие вас это жертвенные камни они лица олицетворяют павших которых вы должны убить чтобы попасть в альгау так добро пожаловать в десятый мир воин так ну еще дальше кстати размытия нет я его не включил я его точно кстати не включил на нет так поговорить один повсюду разбросал эти один извиняюсь один повсюду разбросал эти магические камни в качестве указателей на пути к павшим если присмотреться этот камень откроет место призыва и к тюра вашей первой жертвы вам нужно хорошо вооружиться прежде чем пытаться победить это могучее чудище этот камень вега визир так ну ну что же он нам так ну трава вообще мыло мыльная я даже в шоке на если я к примеру вот так сделаю а блин я не то сделал ну ка еще раз вот так делаем и сглаживание отключаем но вот без сглаживания уже не выглядит все таким мыльным но со сглаживанием как ну ка еще раз не со сглаживанием я не знаю как лучше в принципе фпс мне это ничего никак не прибавило отключить сглаживание включить ладно оставим сглаживание что касается дальше это вот на м я открываю карту к карта вот всего мира вообще вот такая вот гигантская это у нас что такое а это точки которые могу поставить так я вот в принципе когда начинал игру на меня на пол один чудак я его убил залутал о так ну отметил мест это место уже добавлено на карту а то есть он вот здесь где-то ну давай пойдем тьфу ты блин еще раз сейчас к нему пойдем у нас где-то там да а вот если я вот так помечу да бляха все непривыкно давай вот так чем мне не показывать направление она выходит надо ну всегда поглядывать на карту вау тут кабаны ё-моё кабаны это жестко кабаны отстаньте я ничего не умею но не 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 тихо никаких кабанов хотя стопы я добыл факел кабан должен бояться огня да все верно кабан боится огня и это чудесно смотрим чем у нас там по настройке управление автопробег q переключиться на шаг c есть x инвентарь тап карта м предстроение меню строительства мы же два вот меню строитель так ладно давай просто инвентарь для начала а ну вот а вот у меня есть смола липкая древесная смола смола хороша для изоляции горит медленно и долго холщовая туника вау даже это выпало ее можно о так а а дурак ё-моё понял так вот крафт по крафту ничего не могу не умею да так вальхи тэн 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 а скрытность дубины ремесло ничего создать я не могу не умею ну давай хотя бы попробуем дерево нафармить так там что то страшное есть вон там дальше а о это наш ворон господи хугин проверьте свой инвентарь большинство предметов необходимо создавать так как вы только недавно покинули мингард вам придется вспоминать истинную форму вещей просто собирайте все предметы и я уверен что все у вас вспомнится мой младший брат мунин сказал мне что можно сделать каменный топор из древесины и камня допустим допустим еще древесина и камень так сейчас ночь настанет вот этот уже не очень нового мы можем фармить то что поменьше вот мы можем фармить деревья которые поменьше это у нас как раз бук да на кашу график красивая это у нас еще колодец какой-то непонятно это у нас одуванчики но кто знает муж пригодится его чайка какая-то для вот здесь конечно красиво но не будем на этом останавливаться мы можем найти место потом покрасивее нам сейчас у нас задача выжить так нам надо создать дубину у нас древесины 4 надо 6 в принципе создадим дубину уже будем что-то из себя представлять да так дубина создать окей дубина создана дубина у нас на двоечку в принципе ночь кстати светлая можно с факелом побегать также красивее тип так тут у нас еще но еще не вижу смысла с ним сейчас бегать потому что ну как его потому что ночь еще не прям такая темная я вижу вот камня сейчас поднимем вот у нас элементы крафта появились делаем каменный топор на каменный топор опять у нас древесины не хватает ломаем бук накей хорошечно так а можно просто зажать не нельзя стаминка учила кончилась вам холодно так давай с факелом посидим раз уж нам холодно так крафтим топор крафтим молот все пригодится так вот теперь костером костер можно я как понял сделать при помощи молота на костер надо пять камня две древесины погнали искать чё за звуки такие ночью страшные прям жесть так вообще по сути камень должен где-то вот здесь быть и оба на его и там чё за херня в воде ты чё братух если ночью температура упадет или вы промокнете вам станет холодно выносливость будет восстанавливаться медленнее в таких случаях лучше всего найти укрытие открытого огня ну я и без тебя понял братух только мне надо будут херня какая-то стрёмная плавает в воде ну ладно пофиг с ней а ты чё с помощью этого инструмента вы сможете производить надёжные помещения и высокие укрепления начните со строительства верстака который позволит вам создавать другие объекты обязательно малинки только сейчас долбану не против же давай малинки опа а малинки больше не могу долбану и да это у нас берег знакомить это у нас берег так ты не промыкай братух от встречи вы нашли чем перекусить поешьте скорее чтобы улучшить свое здоровье и выносливость помните что вскоре вы снова проголодаетесь поэтому старайтесь всегда иметь на готове хотя бы пару разных блюд то есть тут надо есть пару разных блюд чтобы выжить напоминает атлас кстати насчет атласа мы туда еще успеем вернуться конечно же после арка так давай соберем пригодится хорошечно может быть там у нас есть это так разве сбежались это ящерицы какие-то о камень хорошо так стоять о какие зломные хотят меня убить а мы пришли за камушком да и за кремнем чё бы нет все пошел фарм не успели начать игру уже пошел фарм кстати не было еще такой классный а ну кстати знаете это здоровое дерево какое-то ну ух ёбаный врод ты слышишь чё мудак ты ко мне не подходи я же тебя сейчас отфигачу вот он знаете он такая крыса я его уже это как я с ним встретился он короче берет в крысу на меня нападает значит козел поэтому лучше с ним не связываться еще та подлюка так в принципе вот здесь место отличное просто для костра я даже сказал что у нас там хватит да хватает все у вас больше не древесина так ну если у нас больше не древесина мы сейчас это отогреваемся значит а вот вот здесь вот на мне холодно там мне нормально было значит я сейчас беру вот это дерево расхреначиваю и иду топить так хорошо супер так нормально теперь мы можем подумать что нам вообще ну дальше нужно стопка дров стопка дров груда камней ремесло ремесло можно стойку для готовки сделать строительство мебель так ну давай стойка для готовки пока да поставилась смотри-ка смотри как хорошо то значит сейчас вот мы здесь греемся пойдем завалим ящерицу попробуем или чё это такое оно жить нам наверняка это еду принесет давай завалим попробуем ух а изи ониксы какие-то отлично больше всего нравится уж не надо ни на что разбирать сами лутаются так в принципе мы что-то уже собрали если мы что-то уже собрали это соответственно можно пожарить правильно правильно так подходим к стойке приготовить готовим вот эти вот хвосты ящерицы ждем когда они пожарятся вид вообще шикарный так чё готова до готова так во один хвост долбанули малинкой закусили все фу фу еда отлично я считаю просто супер насытились доволь у вас нет достаточно предметов а чё а только с двух ящериц так трофей не блестящие глаза и острые как бритва зубы противоречит якобы спокойному характеру этой маленькой ящерицы это трофей наверно трофей наверно трофей ладно ночь пройдет пойдем вот сюда к и к тюру будем там чё то делать хотя чё у нас по крафту а нам надо знаешь чё сделать нам надо верстак попробовать долбануть на верстак надо 10 дерева вот так как отменить вот так ух бля тут вода так ну пока более менее нормально фармим хорошо хорошо угу уже это расцветает смотрите красотень я кстати вот это могу все дело разобрать и с собой забрать так что-то подлагал немного так удалить мышь 3 и кстати ресурсы все так же возвращаются как и были то есть я не в минус ухожу за то что разобрал так сколько мы там времени 22 минуты так ладно добираемся до той метки на карте нашей и там останавливаемся остановится у нас там наше путешествие сделаем там короче верстачок и все будет классно делаем верстачок потом крафтим лук там какой-нибудь и живем дальше живем дальше если для этого босса надо убивать оленей надо по-любому лук у нас пока даже дома нет кстати туман вообще восхитительный так я хоть правильно иду да смотри к правильно иду пишите обязательно комментарии хотите ли вы продолжение чтобы я так выживал но просто нарезку тут делать бессмысленно игра она сама про выживание не можно тупо выкладывать как ты там убиваешь боссов и прочее но мне кажется то что суть этой игры не только в боссах а в самом вот ее вот в этом выживании она очень кайфовая поэтому кому интересно смотрите кому не интересно пролистывайте ну скипайте там даже я считаю то что эта игра должна ну записываться полностью кстати вот видите окошечко у меня там вон в в левом нижнем углу вот у меня ягодка и вот этот хвост и третье пустой то есть я могу что-то третье новое съесть и тогда я буду сыт а пока я не могу ничего съесть так это кто вообще не могу чтоб вы понимали ой блять кабан кабан так захерачили кабана это хорошо опа так там у нас вот мы почти дошли надеюсь у вас не мыло мыльное будет я конечно посмотрю как на записи это все было если будет выглядеть как мыло мыльное придется сглаживание убирать так он где-то туда да он олени на он где-то впереди так статью раз уж у бревна чего бы нет ай хорошо хорошо хорошечно так вот здесь какой-то дом даже есть подумать только а он и к юр все понял что за дом запрошка какая-то ну в принципе если можно было постараться ее можно было бы вернуть к жизни обделать как-то так замечательно и он у нас вот здесь да а а подумать только мир генерируется по разному так мы пришли на квест Призыв зверя Вы нашли место призыва одного из павших Сделайте правильное подношение алтарю и павший появится Однако будьте осторожны, павших нелегко одолеть Так что наденьте лучшие доспехи, создайте оружие посильнее и поешьте как следует, прежде чем вступать с ними в бой Допустим, я запомнил Ладно, дорогие друзья, вот здесь мы остановимся Спасибо за то, что смотрели, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте писать ваши комментарии Всем до скорых встреч и всем пока, друзья, скоро продолжим